21 неделя беременности тромбофилия пятый фактор от мутации лейдена калю фрактепарин 0,3 два раза в день среди беременности 21 неделя толщина плаценты на прошлой неделе была 26 миллиметров допустимая для такого срока дедимер высокий правильная дозировка фрактепарина насколько опасно утолщение плаценты утолщение плаценты да вот здесь ну нет такого сильного прямо толщение плаценты поэтому нужно смотреть да там не не только поэтому но и дальше вот по поводу дедимера дедимер в принципе при беременности в норме выше вы можете даже на нашем сайте то есть эта норма она больше чем вне беременности до беременности да допустим вне беременности там в районе 500 у нас кстати на сайте вы можете на нашем сайте цирлаб или просто цир или написать в любом поисковике там цир дедимер и вам выдаст страницу по дедимеру который делает наша лаборатория и там будет страничка то вот где про это все будет рассказано и обычно в конце каждого анализа у нас на каждой страничке ну почти на всех страницах есть вот если пролистать страницу вниз почти до конца с правой стороны там бы значок pdf пример анализа и именно да вот по дедимеру в том числе вы можете посмотреть нормой то есть вот эта страница анализа она вам покажет бланк который мы и наши пациенты видим когда получаем анализ а я часто пользуюсь этим вариантом да когда у меня нет под рукой или я не помню какие-то нормы например по некоторым анализом да вы можете там посмотреть нормы по дедимеру в частности по триместром беременности а вот и увидите что дедимер в принципе он сильно растет во время беременности да и в средине беременности там уже в районе 1200 верхняя граница вот поэтому да вы не пишите какой у вас да возможно это входит даже в те нормы которые нормальные в те показатели которые нормально потом да вот дозировка препаратов гепарина она не рассчитывается только по дедимеру дедимер это продукт растворения фибрина и то что мы смотрим например да ну то есть это может быть фибрин может идти может откладываться из разных источников по дедимеру то есть фибрин дедимер продукт растворения фибрина фибрин может откладываться не только в тромбах он может откладываться там где есть воспаление например там где есть травма он может откладываться да там варикозно расширенных венах он почему он при беременности повышается немного да как бы в норме повышать потому что он откладывается в норме на плаценте когда значит происходят например укол какой-то да вы колете дважды в день фрактепарин в местах уколов чаще всего есть синяки да вот гематомки такие маленькие это в принципе в этих местах тоже откладывается фибрин в плаценте в норме почему да вот идет повышение фибрина во время беременности потому что в плаценте тоже откладывается в норме фибрин в норме он не должен откладываться много да но он там откладывается поэтому норма для беременности больше чем вне беременности до любые какие-то травмы которые вот в том числе синяки образуются да там удаление зуба например там тоже откладывается фибрин и он растворяется в течение нескольких месяцев, 2-3 месяца может идти растворение фибрина, который там образовался. Это не связанные с тромбозом причины. Понятно, что при наличии мутации Лейдена или вообще в принципе беременности, мы, видя дедимер повышенный, большой, если он реально повышен, то мы опасаемся, что это следствие какого-то тромботического процесса, где фибрин откладывается в виде тромбов. Но для того, чтобы понять, что это не опасно, и вообще это опасно или не опасно, мы смотрим еще другие показатели. То есть это коагулограммы, например. И если мы по коагулограмме видим, что там совершенно все спокойно, а дедимер повышен, то значит повышение димера не связанное с гиперкоагуляцией. Вы можете посмотреть сейчас на экране. Вот у нас, например, дедимер 270. Здесь вот по триместрам идет. Первый триместр до 600, взрослые до 400 с чем-то. Первый триместр до 600, второй триместр до 1200, и третий триместр еще больше цифра. Вот эти нормы, которые для беременности есть, они в любой лаборатории, в принципе, должны, но не во всех бланках, кстати. А я много бланков смотрю, у меня и у всех наших докторов, наверное, много онлайн-консультаций, и много-много анализов в очень разных лабораториях мы видим. Вы можете использовать нормы нашей лаборатории, соответственно, нужно еще смотреть, в каких единицах измерения идет показатель, потому что единицы измерения могут быть разные. По дедимеру есть еще единицы измерения, когда там с нулями, например, 0,27, но часто там просто нужно передвинуть просто запятую. То есть не зная, какой у вас дедимер, сложно сказать, может быть, он и не повышен тоже. Поэтому дозу обязательно нужно обговаривать будет с лечащим доктором. Если все идет правильно, если коагулограмма хорошая, а мы в определенных случаях, в таких боли, когда есть необходимость, смотрим не только коагулограмму, но в нашей лаборатории есть еще тромбоэластограмма, тоже очень важные исследования, и мы, когда есть необходимость, направляем женщин на это исследование тоже. В ситуации, когда есть достаточно сильный фактор, таким, каким является мутация лейдена, то это тоже показание делает еще тромбоэластограмму. Отличие их в том, что при коагулограмме, как она делается, берется кровь из вены, она центрифугируется, клетки отделяются все полностью, в том числе тромбоциты, которые на свертывание крови тоже влияют. Остается только жидкая часть крови. И в ней как раз производится исследование, которое называется коагулограмма. То есть там имеют значение только белки, которые в плазме крови, в крови есть, без тромбоцитов. И мы по этой коагулограмме смотрим, как фибрин образуется. Внешний и внутренний путь. Внешний по протромбинному времени, МНО, протромбин по квику, и внутренний путь по АЧТВ. Смотрим, как это все работает, чтобы не было гиперкоагуляции или гипокоагуляции напротив. И есть тромбоэластограмма. Есть агрегация тромбоцитов с индукторами, когда тромбоцитарное звено смотрится. Там только тромбоциты анализируются. А есть тромбоэластограммы, где кровь не разделяется. Вот как ее взяли, и тут же ее помещают в прибор, который фиксирует, как образуется тромб. Там крутится такая рамка маленькая, и на ней ниточки все, фибрина и тромбоциты откладываются. И это графически еще фиксируется. И в математических, в абсолютных цифрах тоже записывается. Так как эта кровь цельная, она не переводит. 2500, да, вижу. Ага, да, ну цифра достаточно большая получается, для второго триместра больше. Но все равно, да, вот оцениваем вместе с коагулограммой. Если по коагулограмме, да, и по тромбоэластограмме смотрим, как кровь свертывается вместе вот эти, вместе с тромбоцитами. То есть это цельная кровь, это более показательно, в плане, что более приближено к условиям организма, например. И анализируем все показатели и коагулограммы, и по возможности тромбоэластограмму, как свертывание крови происходит. Если мы подозреваем, что дедимер повышен из-за того, что кровь свертывается избыточно, сильно, да, то что не хватает препаратов гепарина, да, то оцениваем вот эти показатели свертывания крови, его образование фибрина. Если там все спокойно, значит источник повышенного дедимера где-то в другом месте. В том числе это могут быть, наиболее вероятно, это гематомки, которые у вас остаются после уколов гепарина. Если там в коагулы, в тромбоэластограмме все спокойно. Потом более ведь опасная ситуация, это когда фибрин не растворяется, и дедимер маленький. То есть свертывание крови, да, представьте, если, допустим, свертывание крови повысилось, образуется где-то фибрин избыточно, откладывается, например, да, там или тромбы где-то есть. При этом есть еще другая система, то есть тот фактор, который у вас нарушен, фактор лейдема, он способствует повышенному образованию фибрина. Есть другая система в свертывании крови, которая фибрин растворяет, и дедимер – это продукт растворения фибрина. Этих растворителей должно быть достаточно, потому что в норме должна быть достаточная скорость растворения фибрина. Эта система тоже может быть разная, то есть она может быть нормально работающая, может быть плохо работающая. И если фибрин избыточно растворяется, но нормально, избыточно образуется, но нормально растворяется, да, то это одна ситуация, не прям идеальная, да, но как бы есть еще более худшее, когда он избыточно образуется и не растворяется. Потому что сам по себе дедимер не несет опасности. Несет опасности образования тромбов и избыточное отложение фибрина, например, на плаценте, что не дает ей нормально работать. Поэтому к растворителям фибрина относятся, например, факторы хогемана. И мы по генам, например, его можно смотреть просто в крови, сколько его, активность его, например, как белка. А при пониженном его количестве растворение фибрина идет медленно. То есть это еще хуже получается. И в этом случае дедимер не будет большой. Понимаете? То есть повышение дедимера, оно не всегда плохо. Иногда хуже, когда есть повышение свертывания, повышение образования фибрина и маленький дедимер. Это значит, что он не растворяется. Он так и сидит там вот этими своими нитками, сгустками где-то и не растворяется. Это хуже даже. Поэтому по растворителям, допустим, фибрина, мы ориентируемся заранее, когда смотрим. У нас есть линейка генов свертывания крови. И там 23 фактора сейчас на данный момент. И 4 фактора свертывания крови, которые влияют на растворение фибрина. Это фактор хогемана. Может быть, менее известный. Потому что самые частые из них, которые в обычных линейках смотрятся, это ПАИ-1. Про который вы наверняка многие очень знаете. ПАИ-1 это фактор, который печень образует. Генетические предрасположенности есть к его большему или меньшему образованию. В гетродиготе это у половины людей он бывает. То есть такой средненький показатель и туда, и сюда. Но если там сочетание есть его еще другими факторами, а у него еще три есть сообщника. Это фактор 13, который часто смотрится в обычных линейках. У нас еще дополнительно мы смотрим очень важные факторы. Это фактор хогемана, который сильнее, чем фактор 13, про который я говорила. И тканевой активатор плазминогена, ПЛАТ. Вот эти четыре человека, четыре фактора, они определяют, как будет растворяться фибрин. И если они изменены, то фибрин будет растворяться плохо. Это дополнительный фактор, который неблагоприятно может влиять. Поэтому в вашем случае повышение дедимера не всегда опасность представляет. Если по свертыванию крови все хорошо, а доза гепарина, которая у вас идет, она не маленькая, она не выглядит маленькой. Если по ультразвуку, по доплеру развитие ребенка происходит нормально у вас срок, вот сейчас был второго скрининга, то может, то есть вот это увеличение дедимера может быть просто следствием инъекции, которые вы делаете. И тогда коррекции дозы обычно не требуется. Но я повторяю, что это решает доктор-лечащий, который вас наблюдает. И не забудьте, что на сроке 21 недели уже можно посмотреть во втором скрининге, ну вот с 19 недель, в принципе, можно смотреть еще один показатель важный, который мы назначаем. Это сочетание СФЛТ, соотношение СФЛТ-ПЛДЖФ, которое говорит о риске нарушения функции плаценты на ближайшие 4-5 недель. И его тоже я очень рекомендую вам задавать для того, чтобы ориентироваться, как работает плацента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»